Всем снова привет и сегодня я расскажу о втором классе защиты в игре Team Fortress 2 Это пулеметчик, он же Heavy, он же толстучок Heavy является самым толстым классом в игре У него 300 хп, при сверх лечении 450 Heavy относится по большей части к классу защиты Потому что имеет маленькую скорость бега И что не позволяет ему быстро добегать до контрольных точек И захватывать данные разведу В основном он предназначен для отстаивания своих контрольных точек Защиты разведданных, базы своей Ну конечно при грамотном раскладе, скажем, с медиком Можно спокойненько прийти к врагу на базу Попутно расчищая все на самом пути И сопровождение своих товарищей И просто разнести все к чертовой матери Heavy это такая передвижная турель пулеметная В принципе аналог турели инженера Имеет основное оружие пулеметы В чем очень любит большие пулеметы Даже по насмешкам видно, что он любит свой пулемет Сашу И готов оторвать бошку за него Но видев на нем очень царапины, следы или чего-то еще Но также толстячок любит не только пулеметы Но и бутерброды, свои любимые сэндвичи За которые он тоже готов прибить кого угодно Ну давайте рассмотрим основные особенности данного класса И его вооружение Стандартный шестиствольный пулемет Имеет время раскрутки Как и все остальные пулеметы Но при этом данный пулемет имеет особенность То, что он не имеет никаких отрицательных ограничений Как еще стандартное оружие Чтобы просто в холостую раскручивать оружие Достаточно нажимать правую кнопку мыши И вы будете продвигаться, но конечно с замедлением И будете двигаться с раскрученным пулеметом в ожидании врага Особенно это эффективно, когда вы выходите из-за угла И знаете, что там уже враги Начинаете огонь И как видите Большая площадь покрывается Но разброс тоже есть Нужно раскручивать пулемет, чтобы быть наготове Чтобы не застать врага врасплох А не он вас застанет врасплох Пулеметы Очень эффективное оружие Когда вы стреляете в толпу Вы просто сдуваете эту толпу Рассмотрим следующий Пулемет Хэвика Который получает из достижения Это Наташа Старой Закалки Его особенность При попадании 100% шанс замедлить врага И количество патронов у основного оружия Плюс 50 Но урон его на 20% меньше И скорость раскрутки пулемета Соответственно меньше То есть вот он Даже звук у него будет другой стрельбы Видите, патронов больше 300 На 50% Раскручивается он Так же дольше Но это эффективно Против всех же скаутов Или движущихся над столпой Вы можете ее замедлить Когда с вами идут ваши собратья Вы можете с собратьями Просто занести всю пачку Нарезки Дальше Следующее оружие Это Огненный дракон Огненный дракон При раскрутке пулемета Окружает владельца кольцом огня При раскрутке Каждый Затрачивается 6 патронов в секунду Видите, такой дракончик на стволе Больше напоминает Из Вархаммера стволы Пулеметы такие здоровые Начинаю раскрутку Видите, патроны расходуются Так что с этим Пулеметом вы не походите Просто так в холостую И видите Стальба какая у него идет Разброс, конечно, большой На дистанции В принципе все патроны Почти израсходовали Эффективно Если к вам подходит толпа И вы Эту толпу Которую любят В рукопашку вас мочить Скажем, скаут Вы просто выжигаете их С этим огнем Который вокруг вас Дальше Самый эффективный На мой взгляд Пулемет Это Латунный монстр Серийный убийца У меня Потому что За достижение Изманка Там Этапы пройденные У него урон Больше всех Плюс 20% Серийный убийств Активировано То, что у меня Датчик Прикрепленная Счетчика Чтобы считать убийство Скорость раскрутки Пулемета Минус 50 Скорость Передвижения При раскрутке Конечно, меньше Но это Самый эффективный Пулемет В защите То есть Вы Идете Начинаете Раскручивать Видите, как Скорость резко Падает Ожижение И раскрутка По сравнению С основным Дольше Но урон Больше То есть Если вы Выходите Медленность Из-за угла Вы можете Так вот Всю толпу Покрошить Если учитывать Количество патронов Истреливаемых И уронов То у вас Получается Примерно 5-6 уронов За патрон А у вас Урон больше То есть Получается 6-7 И количество Патронов Тоже остается У меня нет К сожалению Некоторого оружия Хэвика Поэтому я не могу Рассказать О еще Некоторых Видах Булеметов Которые Там Не имеют Шума Вы просто бесшумно Выходите из угла И вас Никто не ожидает Ладно Перейдем К Второстепенному оружию Это дробовик Вот он Стандартный дробовичок Придыщимся на него Как и В принципе У пироманы Других классов Которые используют дробовики Стандартное оружие На средней И ближней дистанции Эффективно Очень на ближней Даже Хэвик Показывает Что он Готов убить Любого Оторвать ему Вожку Дальше Оружие Можно поменять На Следующий Это Любимый Бутерброд Старой закалки Он же Сэндвич Вот он Это Его любимая Закуска Даже на осмешку Когда включаете Он жрет ее При этом Не расходуется Сам заряд Бутерброд Зато Вы можете Просто так Сожрать его И восстановить Себе здоровье Есть даже Возможность Использовать Бутерброд В качестве Аптечки Для идущего За вами Медика Или за кого-то Команды Просто Выкинуть Бутербродик И Тем самым Он Будет восстановлен Здоровье Тому Кто его Подберет То есть Мини аптечка Которую Можете кидать Он останавливается Со временем Бутерброд Сэндвич Очень полезен Когда вам нужно Скажем Остановить здоровье А у вас нет Медика Поблизости Или медику Помочь Чтобы его Не убило Чем-то там Огнем Или ракетой Это эффективная помощь Не только вам Но и вашим союзникам Дальше Следующий предмет Это Плитка Лакош Старой закалки Добавляет Плюс 50 Здоровья На 30 секунд То есть Отличие От сэндвича Состоит в том Что вы Увеличите Здоровье Больше Вот вы идете Видите 350 На 30 секунд То есть Это не только Остановите Второе Но и превышаете Свой лимит На еще 50 единиц Через какое-то Время Это значение Просто спадет Да Вон песенки Поет Дальше Идет Бутерброд Из мяса Вывола Конечно Не знаю Чего Называется Бутерброд Но он Имеет вид Такого Куска Мяса Вывола Его Особенность В том Что если Вы его Съедите То Вы Просто Не сможете Использовать Роковое оружие А просто Переходите На рукопашные И И Имеете Возможность Пока действует Эффект Бить Критами Гарантированными Даже Есть Подпись Какая Здесь К этому Бутерброду Да Вот При использовании Скорость Придвижения Увеличивается Атак Становится Мене Критами И получаемый Урон увеличится На 25% По вам Это Бутерброд И является Комплектом Который У меня Есть Менедведь Спячки Это Потом Дальше Есть Семейное Дело Размер Обоймы Плюс 33% Урон Меньше На 15% Это Тоже Дробовик Как видите У него Обойма Не 6 А Получается Возди Патронов Урон Меньше Но Обойма Больше Он Имеет Также Критовые Выстрелы Кучность В упор Нормальная Дальше Хэвик Имеет Не только Стреку вооруженную Рукопашную Это Его Обычные Кулаки Как Понятно Из набора Видно Что Хэвик Любитель Бокса Поклонник Любитель Побоксировать Видите Кулаки Причем Управляете Левой Рукой Левой Клавой Мыши А Правой Рукой Правой Клавой Мыши То есть Двумя Сразу Не получится Можно Побоксировать Конечно Так Бывают Критовые Хуки Вот Такой Пример Дальше Из Простого Оружия Рукопашного Идет У нас Кулаки Грозного Боксера Старозакалки При убийстве 100% Шанс Крита На 5 секунд Скорость Атаки На 20% Меньше Ну Как видите Боксерские Перчатки Как Я Хэвик Видимо Любитель Побоксировать На чьих Нибудь Тушках Если вы Бьете Печатки Будут Гореть Светом Крита Ваша Команда И вы Будете Гарантирован Критами Бить Врагов Дальше Из них Можно изготовить Ну конечно Не из тех Которые Достижения Получены Горящие Рукавицы Ускорения Скорость Придвижения С ними Плюс 30 На урон 25% Меньше И на Время ношения Этих Перчаток Вы получаете Метку Смерти Какое-то Время То есть Это такие Перчатки Только с огоньком То есть Видите Вы быстрее Двигаетесь И слева Значком Здоровья Мигает Черепок То есть Метка Смерти То есть Вы будете Получать Больше урона Не тихо И начинает Бегать Передеваем На другое Оружие Метка Сохраняется Потом И исчезает Как только Вы одеваетесь Но у вас Появляется Метка То есть С этим Нужно Оружие Поосторожнее Его можно Использовать Для быстрого Перебегания Куда-либо Чтобы потом Переключиться Стрелковой И начать Украшить врагов Ну сковородка Это как правило Стандартное оружие Для всех классов Получаемое Оно может Использоваться Как эвиком Так и другими Классами Вплоть до Медика И снайпера Воинский дух Вот этот Набор Капашных Боксерских Перчаток Хотя Не видно Что это Боксерские Перчатки Когти Какие-то Медведи Оторванные Они являются Тоже самым Эффективным Рукопашным оружием У них Урон Плюс 30 Но максимальный Уровень вашего Здоровья Минус 20 То есть Получается В комплекте Буйвола Вот этого Полностью У вас Получается 280 ХП А если Хотите Велиться Рукопашной Атаку Просто Берете Идите Мясо Буйвола Что дает вам Мини-криты И включаете Разные Перчатки Они и так Имеют Большой урон То есть Получается Еще Будьте Мини-критами Плюс Со своим Большим уроном Бить врага Дальше Остальные кулаки Минус 40 Получаем урона Стрелкового оружия При использовании 20% Скорости Смены оружия То есть Дольше будете Менять оружие На 20% И плюс 100 Получаем урон От ближнего боя При использовании То есть Если вы Видите На врага С такими Металлическими Перчатками То вы будете Получать от него Стрелкового оружия Урона меньше Но если В рукопашку Перейдете И вам Получать Будете В два раза Больше урона То есть С ним тоже Нужно быть Осторожно В рукопашку Ходить С такими Перчатками Чтобы Вас не Прикончили В рукопашку Ненароком В общем Хэвик Могу сказать Честно Очень интересный Класс Что позволяет Вам Варьировать В принципе Не только Защитительные Атаки Но В атаке Нужно Быть Осторожным И уменьте Пользоваться Так как Ходить в одно Принципе Тоже бесполезно Учитывая Его скорость Движения Вы далеко Не убежите И могу сказать Что лучшими Друзьями В Хэвика Является Медик И в принципе Могу сказать Спай То что Спай Когда Вы идете На точку Которая Охраняется Инженером С турелями Спай Сапает Турель И выводит Из строя Раздатчик И Крохает Инженера Вы просто Выходите Из угла С готовыми Пулеметом Заранее И начинаете Сносить Турель Раздатчики И все Что там Рядышком Находится Медик Полезен Тем Что Он Лечит Вас Учитывая Вашу Залость Вы будете Основным Так сказать Щитом Медика Медик Должен Будет Прятаться За вами А вы Будете Выходить Вперед И валить Все подряд Медик Должен Давать Вам Уберы В зависимости От ситуации Какие пушки Он носит Это на Сверхлечение Криты Либо на Убер Который На Неуязвимость Идет Неуязвимость Эффективна Если вы ходите Против Толпы И всю Толпу Выкашиваете Криты Если вы В принципе Против Толпы Но Не в упор К ней Что Вас Толпа Не доставала Могли Успеть Нанести Существенный Урон Также Вашими Врагами Будут Являться В основном Как правило Это Именно Спай Те же И те же Снайперы Которые За счет Вашей Медлительности Любители Наносить Выстрелы В голову Так Своему Хэдшоты Сносят Вам Все ХП Одним Выстрелом А так Как Вы Двигаетесь Мильно Им Легче Прицелиться Вас В отличие Скажем От того Жескалата Который Виляет Сюда Сосиска А Вы Тут Большой Такой Сарделька Вылазите И Вас Просто Дрявят С одного Выстрела В голову И Медик Тупо Убегает В панике К себе На базу Дабы Подождать Пока Опасен Тем Что Он Выносит Вашего Медика И Вас Со спины С одного Удара Солдатов В принципе Остальных Классов Не особо Нужно Страшиться Только Единственное Что Нужно Будет Смотреть Под ноги Не Вылазить На Рожон То Что Демо Может Накидать Тех Самых Липучек Перед Вами Целую Пачку И Вы Просто Вместе С Здоровье Достаточно Много Позволяет Вам Выжить Единственное Что Могут Случайно Критом Вас Накрыть Демо В этом Плане Более Эффективен Потому что Он Носит Больше Урона Пачкой Этих Липучек Тот Ж Скажем Пиро Может Выжить Вас Но Он Не Сможет Вас Выжить Пока Вас Лечит Медик Эффективность Лечения В принципе Покрывает Урон Носимый Если У вас Убер Есть То Вы Вообще Эффективный Класс Постоянно Выходите Из-за Угла Под Убером Вы Просто Сносите Все На самом Пути Не Оставляя Никого Уживая Главное Успевать Поворачиваться Скажем Затем Скаут Скаут Хлипкий Класс Но Очень Быстрый И Он Может Так Ускрутиться То Надо Успевать Поворачиваться И Выносить Его Помните Что У вас Пулеметы Расходуют Большое Количество Патронов А у вас Всего 200 То есть Вы можете Расстрелять Достаточно Быстро Как видите Уже За пару Секунд Вы Расстреляли Почти 25% С его Безопаса Уже Приближаемся К 50% То есть Долго Пострелять Не Получится То Что Вы Можете Подойти К Базе Ворога Уже Будучи С Израсхода На Практически Всем С Боекомплектом Вы Пока Вот Так Доползете Скажем Сейчас Посчитаем Сколько Израсходуем Патронов Пока Доползем До Даже От Ворот Утих Моста Уже 50% Израсходовали При этом Вам Нужно Остановиться И Убежать В основном Патроны Либо От Умерших Врагов Отбирать Оружие Чтобы Установить Свой Боекомплект Ну В общем То Принципи На Этому Все Класс Но Помните Не надо Выходить На Эту Местность Где Есть Снайпера Они Любители Таких Мест Где Ни Сидеть На Вышке И Сидеть Остреливать Зазевавшихся Игроков Особенно Любители Медлительных Которые Вы Стрелять По Дистанционным Целям Типа Снайперов Или Каких Небудь Солдатов Или Такой Ж Цель Которая Далеко Находится Это Практически Бесполезный Вариант Так как У вас Разброс Большой То есть Смотрите Насколько Большой Что Улетят Фиг Знает Куда И Шоп Пан Шанс Попадет Пуля В цели Тем более Урон Небольшой То Вы Получается Не снесете Врага На дистанции Никак Он Успеет Сбегать Как К Сдатчику Эту Своему Ящику И Восстановить Здоровье Все Спокойненько Даже Не Рыбнется Особенно Снайпер Он Просто Вас Прибьет А пока Скручиваете Пулемет Вы Двигайтесь Медленно И Вообще Это Просто Лакомый Кусочек Для Снайпера Так что Будьте Осторожны Ну На этом Все Кому Понравилось Подписываемся Ставим Лайки До Новых Встреч